Почему в Восточной Европе националист — это типичный кринжовый рейха-дочер? Это же левый пиздец. Я думаю, к нам обоим вопрос, на самом деле. Почему нет? Можем по очереди ответить. Я честно скажу, что я не считаю третий рейх и национал-социализм левой идеологией, но сейчас я поясню свою позицию. Я, в принципе, не считаю, что термин «левый» и «правый» является достаточно исчерпывающим для чего-либо. Когда люди говорят «левый» и «правый», каждый подразумевает свое, и поэтому нет смысла пытаться в принципе об этом говорить, пока вы не определились с терминами. Поэтому я не знаю, что имеется в виду, смотря с какой стороны посмотреть. Если же говорить про что-то левое и правое, я всегда видел это через призму традиции, то есть насколько общество является погруженным в традицию и обращается к собственным корням. В этом смысле мне казалась всегда экономическая модель, например, глубоко вторичной. И если смотреть на третий рейх с этой точки зрения, то это, естественно, более левое явление, чем, там, кайзеровская Германия, чем какие-то средневековые или аристократии, чем античные республики, но это, тем не менее, является самым радикально правым явлением своего времени. Поэтому есть ли смысл говорить, что это что-то левое? Ну, тогда выбор остается между левым и очень левым. Все, что могу сказать. Если по поводу Восточной Европы говорить, то, ну, слушай, если вот постсоветское пространство взять, то немцы это, в принципе, наверное, единственное, кто представлял серьезную угрозу для совка. И поэтому ответ на это очевиден. Посмотри на условных хорватов, у которых после средних веков, это, в принципе, единственный момент под протекторацией Германии, когда у них была относительная независимость. Ответ содержится в вопросе. Понятно. Моя позиция, сторонник того, что национал-социализм – это разновидность левой идеи, в принципе, ее генеалогия достаточно очевидна и прозрачна. Критерии провизны-левизны, конечно, бывают разные, но если мы, в принципе, перечислим несколько из наиболее очевидных, то есть критерий, например, рынка, или критерий, например, традиции, где те, кто консерватор, условно правые, а те, кто прогрессивист, условно левые. Или если мы возьмем критерий, допустим, ну, допустим, левые у нас выступают за что-то более сентиментарное, реваншистское и так далее, какое-то возмездие на этническом или цивилизационном уровне, а правые как-то, в принципе, не очень восприимчивы, допустим, к таким вещам. Или, допустим, какие еще могут быть критерии? Иерархические, да. Критерий милитаризма, критерий того, верим мы в врожденные характеристики личности, которые не перекрываются воспитанием. По критерию, в принципе, милитаризма и по критерию врожденных характеристик нацисты, они правые, но это делает их, скорее, правыми по сравнению с другими социалистами. Я это слышал в одном из твоих хайлайтов. Да, есть обширный большой социалистический лагерь, где крайне левые – это коммунисты. Дальше, кстати, из социалистического лагеря можно выйти и еще пойти левее. Там есть анархокоммунизм, анархосиндикализм и так далее. Значит, и крайне правый угол социалистического лагеря – это национал-социализм, именно гитлеровский, потому что тут есть несколько национал-социализмов, там есть и полевее, в принципе. Ну, как бы, да, правые, но среди очень левых. Такая моя позиция. Почему в Восточной Европе националист – это обязательно НС? Так сложилось, слово «национализм» в Восточной Европе ассоциируется с такими вещами. Справедливости ради в США тоже, на самом деле, когда человек называет себя националистом, именно, возникают ассоциации с Третьим Рейхом. Другое дело, что республиканская партия США – это партия гражданского национализма, так или иначе. То есть она просто де-факто такая. И в США есть институционализированный национализм, вполне себе, в виде одной из правящих партий. Да, он гражданский, он не этнический, причем абсолютно не этнический. Но он есть. Просто его не принято так называть, потому что слово ассоциируется с чем-то плохим. В Восточной Европе, как правило, ну, не, понятное дело, Восточная Европа разная была. Бывает. Но если мы говорим про постсоветское пространство, на постсоветском пространстве слово «национализм» ассоциируется с плохими вещами, и даже если его как-то по-другому обозвать, оно все равно будет ассоциироваться с плохими вещами. Есть такое? То есть тут проблема имеет дополнительный слой, на мой взгляд. Продолжение следует... Продолжение следует...